Добрый день. Я прошу прощения за то, что мы задержались с началом брифинга, но, видите, у нас немножко график меняется. Сегодня министр иностранного дела Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры в Москве с главой внешнеполитического ведомства Франции, господин Мэро. Встреча состоится по просьбе французской стороны. Конечно, основной темой станет сирийская проблематика, но также будут рассмотрены отдельные вопросы российско-французской повестки дня. Переговоры должны начаться в 3 часа, будет пресс-конференция. Подробности, соответственно, вы узнаете совсем скоро. Из других мероприятий с графиком министра 11 октября в Москве состоится встреча Сергея Лаврова с генеральным секретарем ЦК Прогрессивной партии Трудового народа Республики Кипр господину Киприану. Будут обсуждаться нынешние состояния и перспективы российско-кипрского сотрудничества, а также текущая фаза переговорного процесса по урегулированию кипрской проблемы. 11 октября состоится встреча главы Министерства иностранных дел России с министром иностранных дел Республики Ангола, который будет находиться в Москве с рабочей поездкой. В ходе беседы будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также ключевые аспекты региональной и международной повестки дня. В беседе также примет участие министр связи и информационных технологий Республики Ангола. 12 октября запланирована встреча Сергея Лаврова с выпускниками ВУЗов 2016 года, которые приняты на работу в Министерстве иностранных дел РФ. Как вы знаете, это хорошая традиция. Молодые сотрудники Министерства получают возможность прямого разговора с министром. По большому счёту, их карьера, их творческий путь в МИДе начинается со встречи с главой этого ведомства. Поднимаются наиболее злободневные, важные вопросы текущей внешнеполитической повестки. Ну и, конечно, по традиции во встрече примут участие руководящиеся сотрудники Министерства, ветераны Российской внешнеполитической службы, чьи опыты и знания бесценны для нового поколения. Запланировано, что 14 октября в Ереване в рамках подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности, организации договора о коллективной безопасности, состоится совместное заседание Совета Министров иностранных дел, а также Совета Министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. В работе, в данном формате примет участие Сергей Лавров, будут рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности, противодействия международному терроризму, развития военного сотрудничества, а также ряд документов, которые будут вынесены на утверждение главами государств и членов организации. Участники заседания обсудят также некоторые организационные и административно-финансовые вопросы деятельности ОДКБ. Теперь переходим к региональной проблематике. Конечно, ситуация в Сирии, ее развитие. Приходится начинать с той фразы, с которой мы начинаем брифинги уже последние, наверное, несколько лет. Обстановка в Сирии остается напряженной. Особенно сложная ситуация на севере страны, в первую очередь в Алеппо и вокруг него. Там продолжаются бои правительственных сил с боевиками Джабхат Ан-Нусры и аффилированных с ней группировок. Ежедневно в результате так называемых слепых обстрелов западного Алеппо, которые находятся под контролем правительственных сил, гибнут люди. В восточном Алеппо окопались боевики различных незаконных вооруженных формирований, не менее половины которых составляют нусровцы. Они, по сути, держат местных жителей в заложниках, прикрываются им как живым щитом, препятствуют выходу по гуманитарным коридорам, которые созданы вооруженными силами Сирии при содействии Российского Центра по примирению на базе Хмеймим. Излюбленной и часто применяемой тактикой незаконных вооруженных формирований остается использование объектов гражданской инфраструктуры, таких как школы, больницы, жилые дома, для размещения своих штабов и опорных пунктов. Также из них, из этих объектов гражданской инфраструктуры, ведется снайперский огонь по военнослужащим армии Сирии и по мирным жителям. На днях жертвой такого обстрела стала чемпионка Сирии по плаванию и ее 12-летний брат. Вооруженные формирования оппозиции и созданные ими так называемые властные структуры типа местного совета города Алеппо продолжают препятствовать доставке гуманитарной помощи мирным гражданам Восточного Алеппо. Полагаем, что к решению данного вопроса давно должны были подключиться зарубежные покровители боевиков, те, кто оказывает им все виды помощи. И, конечно, необходимо, чтобы они же оказали на них, и в частности на их командиров, необходимое воздействие. Пока же в действиях стран, в первую очередь Запада, скорее мы видим не заботу о гуманитарной ситуации в Сирии, а стремление защитить нусровцев и вот эти самые аффилированные с ними силы, группировки боевиков и так далее. А если говорить еще более откровенно, то не просто защитить, а напрямую вывести из-под удара. Очередное преступление произошло 3 октября в пригороде Хасики, где в результате подрыва террориста-смертника во время празднования свадьбы более 30 человек погибли и еще 90 получили ранения. Как мы уже информировали, 3 сентября минометному обстрелу подверглось российское посольство в Дамаске. Стрельба велась из дамасского пригорода Джобар. Эта территория под контролем террористическим группировкам Джабхат Фатх Ашшам. Это экс-дусра, как вы знаете. Файлак Аррахман. Пострадавших не было, к счастью, но посольскому комплексу нанесен материальный ущерб. Мы усматриваем связь между этим терактом и прозвучавшими накануне из Вашингтона завуалированными угрозами в наш адрес. Симптоматично, что произошло это на фоне дискуссий о возможной поставке боевикам ПЗРК и других видов современной боевой техники, которая может выстрелить где угодно. Создается впечатление, что наши западные партнеры забывают, что Нусра теперь после ребрендинга это Джабхат Фатх Ашшам, ИГИЛ, Джунт Аль Акса, Ахрар Ашшам, Джейш Алислам и другие подобные группировки это все та же разросшаяся Аль-Каида, которая 15 лет назад совершила страшные теракты в США. Почему наши американские коллеги не помнят об этом? Почему они ежедневно с трибун и в ходе публичных мероприятий об этом не напоминают своей аудитории? Остается только догадываться. Вот просто одно такое лирическое отступление. Соединенные Штаты всеми возможными способами выгораживают Нусру. Сейчас на протяжении последних двух лет мы практически в прямом режиме и практически ежедневно наблюдаем очень такую, к сожалению, трагическую историю, когда американские полицейские расправлялись с теми обычными гражданами, обывателями, которые с виду могли представлять какую-то гипотетическую угрозу им либо населению. По впечатлениям одних полицейских у них могло быть оружие, в других ситуациях, по впечатлениям других полицейских они могли им угрожать и так далее. Речь шла просто об обычных людях, в отношении которых были смутные подозрения о том, что они могли гипотетически угрожать. Вот представьте себе, что где-нибудь по улицам Вашингтона сейчас бы прошли 2-3 человека из этой самой Нусры, которая всеми способами защищает государственные органы Соединенных Штатов Америки, вот так, как они есть, так, как они ходят и так, как они представлены в регионе. Вот 2-3 человека вот в таком виде пройдутся просто по городу Вашингтон, Чикаго, не знаю, по любому другому американскому городу. Вы представляете, что с ними сделают? И почему-то ни у кого не возникнет никаких сомнений, что эти люди представляют собой прямую угрозу мирным жителям. Почему же эти люди в одном месте, в одной географической точке будут стерты с лица земли просто моментально, и все общество, так сказать, единогласно, единодушно будет приветствовать их уничтожение, но в другом месте их выставляют все время борцами за справедливость, какой-то умеренной оппозиции, какой-то, так сказать, еще не вставшей на истинный путь политического урегулирования структурой, с которой, конечно, надо работать, но пока она, к сожалению, не полностью отвечает высоким нормам и стандартам. Это очень странный подход. И я не могу не сказать несколько слов о том, что мы сталкиваемся с очередным витком антироссийской информационной кампании в связи с сирийским кризисом. Это не первый подход наших коллег к снаряду. Еще несколько лет назад, сразу по итогам, или не по итогам, но во время, наверное, такой завершающей фазы арабской весны мы подтвергались критике в отношении нашей позиции и политики на сирийском направлении. С этого момента было несколько таких фаз активного неприятия действий России и соответствующего информационного сопровождения наших шагов. Сейчас, конечно, мне кажется, мы подошли к какой-то самой экстремальной, а может быть, даже экстремистской фазе этой информационной кампании. Это уже даже не кампания, это просто истерика. Задействуется все. Совет безопасности, пресс-конференции на площадке Организации Объединенных Наций, газеты, телевидение, статьи, официальные лица, обозреватели, не просто официальные лица, главы внешнеполитических ведомств и так далее, и так далее. Сейчас на этот раз угол обстрела таков. Нас пытаются выставить кровожадным агрессором, стоящим вне закона. Я цитирую Нью-Йорк Таймса 29 сентября. Россия – это государство вне закона. Это прямая цитата. Государство вне закона, которое убивает сотни невинных детей и женщин. Парадоксально, что эти заявления озвучиваются в странах и теми людьми, которые имеют огромный послужной список реальных, а не мифических и непридуманных преступлений против гражданского населения по всему миру. Давайте вспомним сотни тысяч убитых среди гражданского населения в результате. По-разному они оцениваются бездумных, ошибочных или целенаправленных бомбежек, например, Югославия, Афганистан, Йемен, Ливия, Ирак, Сирия. Мы видим, как представители вооруженных сил, непосредственно техника вооруженных сил стран, которая отличается высокой точностью и высоким профессионализмом, так как на это идут колоссальные статьи бюджета, наносят безжалостные удары по свадьбам, рынкам, роддомам и больницам. А потом говорится о том, что именно Российская Федерация убивает гражданское население. А свои бомбардировки гражданских объектов называют ошибками, техническими причем ошибками. И почему-то именно эти страны по-ханжински закрывали глаза, в том числе на американские бомбардировки Югославии, боеприпасами. Вы знаете, какими боеприпасами? Почитайте об этом в интернете. Мы точно так же почему-то не слышим от этих людей, которые сейчас выступают защитниками прав человека, адекватной оценки того, что произошло в Ираке, в частности, вторую битву за Аль-Фалуджу. Тех, кто сейчас рассуждает о том, что творится в Сирии, начните с себя, поговорите друг с другом об Аль-Фалудже. Я думаю, многое вы сможете вспомнить. И особенно расскажите всему миру ответственно, какое оружие вы применяли там. Будет очень интересно, и мы, наконец, узнаем правду. Это не единичные примеры. Они единичные только сегодня, потому что мы ограничены во времени и в формате. Есть еще один момент, который, конечно, говорит нам, что все, что происходит сейчас, это информационная кампания. Например, очень простой. Еще недавно эти же самые страны буквально полгода назад называли Россию конструктивным партнером по Сирии, а ее вклад в противостояние международному терроризму оценивали как очень высокий. Вспомните, это было в публичных заявлениях. Что же изменилось? К Нусре подошли очень близко. Да, так бывает. А теперь мнение изменилось, оно стало буквально противоположным. Мы все прекрасно помним, как в марте 2016 года в прессу попали утечки из закрытого доклада НАТО, в котором, например, операция ВКС России называлась «эффективной и точной». То есть в марте «эффективной и точной», а сейчас мы кровавые убийцы. Нормальные эксперты летом отдохнули. Невозможно говорить об адекватной объективной оценке, когда она меняется на диаметрально противоположную в течение нескольких лет регулярно. И, конечно, в очередной раз средство массовой информации используется в качестве инструмента проведения собственных интересов. Ну, мир не совершенен, и, к сожалению, это реальность. Но, в частности, для проведения и даже, я бы сказала, разжигания антироссийских настроений. Для демонизации образа нашей страны, отстаивания абсолютно чётких политических интересов того или иного заказчика. Я хотела бы сказать, что обвиняют нас при этом из последнего. Лондонское бюро журналистских расследований обнаружило, что Пентагон заплатил пиар-компании более 500 миллионов долларов для создания постановочных террористических видео в рамках пропаганды сразу после американского вторжения в Ирак. Хотелось бы узнать официальную позицию Вашингтона на этот счёт, подтверждение, опровержение этой информации. А вот, например, в недавно опубликованных, в частности, 29 сентября на сайте конфликт-форум-выдержках из доклада об американском спецназе, подготовленном неким бывшим зелёным беретом господином Мерфи, говорится о том, что ЦРУ и Пентагон сознательно пошли на подготовку заведомых террористов и поставку им вооружений. Ну, это тоже, как бы, вся информация, как отвечают нам наши коллеги, когда мы их спрашивали, а где вы берёте информацию относительно того, что Россия убивает тысячи детей и так далее? Они говорят, что всё есть в социальных сетях. Ребята, тоже всё есть в интернете. Почитайте. Очень интересно. Это просто несколько выдержек. И, конечно, вот в этой же связи я хотела бы отдельно сказать об интервью господина Джонсона, главы внешнеполитического ведомства Великобритании, таблоиду Сан. Мы не могли, конечно, не заметить этого материала. Оно было опубликовано 1 октября. В нём господин министр утверждает, что Лондон, цитата, располагает достоверными сведениями о повторных бомбардировках, в результате которых гибнут сотрудники гуманитарных организаций, оказывающие помощь пострадавшим в зоне завалов. Имеет достаточное основание полагать, что это дело рук России. Если вы так прямо обвиняете Российскую Федерацию, что вам мешает точно так же прямо предоставить соответствующие материалы? Данные спутников, геолокации, любые материалы, которые могут подтвердить ваше заявление. Вообще приличные люди, а особенно в тех странах, которые имеют столь длительную историю становления правового государства, сначала предоставляют факты и доказательства, а потом обвиняют, а не наоборот. По мнению главы Фориан-офиса, выход может быть найден в ответных мерах, чтобы заставить Россию изменить свою линию в сирийском вопросе. Мы вот эти обвинения слышим, конечно, не первый раз. Никаких доказательств, только лобовая атака. Понимаете, конечно, мы прекрасно понимаем, что это выбор Лондона, подобные заявления. Нужно понимать, что чем больше вы делаете таких заявлений, которые не подкреплены фактами, тем больше становится очевидно. Вы теряете контроль над ситуацией в регионе, все идет не по тому сценарию, и мы слышим эти обвинения. Но и, конечно, нужно понимать, что одно дело, когда речь идет о безымянных экспертов, второе дело, когда эти заявления проеносятся главой внешнеполитического ведомства. Дипломатия – это поиск решений, а не усложнение ситуации. Переходим к другим темам. Есть о чем еще поговорить. Я хотела бы сказать, что 4-5 октября в Женеве прошли очередные консультации в рамках международных дискуссий по Закавказью. В них приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии, Российской Федерации, США и Республики Южная Осетия при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Российскую делегацию возглавлял соцсекретарь, заместитель министра иностранных дел России Делегации Республики Абхазия, Российской Федерации и Республики Южная Осетия выразили протест в связи с инициированным Грузией тенденциозным заявлением Совета ООН по правам человека с предложением организовать внешний мониторинг в Абхазии и Южной Осетии, на который суверенитет Грузии давно не распространяется. Внимание участников было обращено на продолжение деструктивных политизированных действий Тбилиси, к сожалению, на различных международных площадках. Без участия представителей Сухума и Цхинвала. Это, по нашему мнению, напрямую угрожает продолжению работы не только гуманитарной группы, но и всего женевского формата. Инициатива Тбилиси является очередной попыткой удовлетворить политические амбиции на этом направлении. И, к сожалению, еще раз подчеркиваю, традиционно не несут никакой практической пользы для населения региона. Представители Абхазии и Южной Осетии указали, делают это не в первый раз, на то, что приводимые так называемые факты в докладах Министерства иностранных дел Грузии о ситуации с правами человека на так называемых оккупированных территориях не соответствуют действительности и, в принципе, не являются фактами. В то же время Тбилиси продолжает свою линию и, к сожалению, препятствует международному общению жителей двух независимых республик. И из-за неконструктивной позиции грузинской стороны практически приостановлено обсуждение проблематики беженцев в рамках женевских дискуссий. При этом... Это были плохие новости. При этом в деловой атмосфере прошло рассмотрение текущей ситуации на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Большинство участников, включая представителей мониторинговой миссии Европейского Союза в Грузии, констатировали, что обстановка в сфере безопасности остаётся спокойной и стабильной. Имеющие место инциденты носят в основном административный характер. Во многом они связаны с отсутствием у местных жителей информации о точном прохождении линии границы. В Тбилиси упорно отказываются от обсуждения вопросов о демаркации. Сухум и Цхинвау вынуждены выполнять эту работу в одностороннем порядке. Представители Южной Осетии обратили внимание, что с начала текущего года зафиксировано 7 случаев нарушения государственной границы республики грузинскими полицейскими. В данном контексте было отмечено, что действующие контрольно-пропускные пункты на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией справляются с возложенными на них задачами на должном уровне, обеспечивая трансграничное передвижение людей и транспортных средств. В полезный вклад в обеспечение стабильности в приграничных районах трех государств продолжают уносить регулярные встречи в рамках совместных механизмов предотвращения и реагирования на инциденты в районах Грузино-Югостинской и Грузино-Абхазской границ, а также задействования горячих линий. Делегации Абхазии, России и Южной Осетии вновь выразили серьезное беспокойство в связи с участившимися военными учениями НАТО в Грузии. Масштабы этих учений, а также вовлеченность в вооруженных сил и тяжелые техники Альянса растут из года в год. Усилившаяся военная активность Белиссия лишний раз подтверждает актуальность дальнейшей работы над проектом совместного заявления участников женевских дискуссий о неприменении силы в качестве промежуточного шага на пути заключения двусторонних соглашений по этой важнейшей теме между Абхазией и Южной Осетией с одной стороны и Грузией с другой стороны. Из-за неготовности грузинских представителей к компромиссам это обсуждение было вновь отложено. Участники женевских дискуссий подтвердили готовность к продолжению поиска пути решения гуманитарных вопросов, в том числе сохранению культурного наследия, включая обмен архивами, поиска пропавших без вести лиц, свободы передвижения. Следующая встреча в Женеве запланирована на середину декабря текущего года. Еще одна тема. Не остались незамеченными в Москве растиражированы рядом средства массовой информации, в частности Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, телеканал ABC, NBC, Фокс, высказывания председателя парламента Республики Молдова, господина Канду, в которых он безапелляционно обвинил Россию во вмешательстве в процесс подготовки предстоящих 30 октября выборов президента Молдавии. А по сути, нам досталось практически за все, что происходит в этой стране, в которой налицо такое, в общем-то, кризисное состояние, стрессовое состояние ее внутриполитической системы. Мы рассматриваем эти заявления просто как такие спекуляции, абсолютно неуклюжую попытку свалить свои собственные проблемы, проблемы внутреннего развития на Россию. Возможно, в этом есть просто какая-то собственная заинтересованность, не знаю, поднять свои рейтинги, засветиться на страницах газет и журналов. Не знаю, чем руководствовались при подготовке подобных заявлений, очень сложно себе представить. Возможно, желание было подправить свой имидж, который, в общем-то, пошатнулся после того, как эта фамилия, которую я уже сегодня произносила, оказалась в первых строках внесенного в Палату представителей Конгресса США проекта резолюции, предусматривающей введение санкций в отношении ряда высокопоставленных лиц Молдавии, осуждающей разбой коррупции в стране и кражу миллиарда долларов из государственной казны. Что же касается непосредственно сути вопроса, а именно предстоящих в Молдавии выборов, то в Москве надеются, что избирательный процесс будет соответствовать международным стандартам в этой области и не выйдет за рамки правового поля. Еще один вопрос. Нас просили средства массовой информации прокомментировать очередное обострение ситуации вокруг сектора газа. 5 октября ВВС Израиля нанесли более 20 ударов по различным объектам палестинского движения Хамас в секторе газа. По сообщениям средств массовой информации обстрел был предпринят в ответ на запуск из газа самодельной ракеты Касам по израильскому городу Стерот. Среди израильтян пострадавших нет. Один палестинец получил осколочное ранение. Нужно сказать, что очередной всплеск напряженности вокруг газа вызывает серьезную обеспокоенность в Москве. Вновь призываем вовлеченные стороны проявить сдержанность, предпринять меры с целью сохранения спокойствия по периметру сектора, исключить рецидивы конфронтаций с непредсказуемыми последствиями, а главное страдания палестинского израильского мирного населения. В целом, с учетом опасного развития ситуации, которая грозит тупиком на палестино-израильском треке, подтверждаем неотложную необходимость продвижения, в том числе через восстановление палестинского единства, к возобновлению переговорного процесса между палестинцами и израильтянами с целью реализации двух государственного решения. Для этого требуется прекращение односторонних шагов с обеих сторон, включая израильскую поселенческую активность на оккупированных палестинских территориях. И еще один материал, который я хотел бы инициативно затронуть. Другой регион. Как стало известно, Министерство обороны Республики Корея объявило о планах проведения с 4 по 10 ноября летно-тактических учений военно-воздушных сил Южной Кореи, США и Великобритании под кодовым названием Invisible Shield. Основной задачей этой операции станет отработка тактики воздушных боев и нанесение авиаударов по Северной Корее в случае вооруженного конфликта на Корейском полуострове. Мы обратили внимание на то, что впервые данные маневры проводятся с подключением Великобритании, которая для участия в них планирует выделить 4 тактических истребителя ИАП-200 Тайфун, самолет-заправщик А-330 Вояджер, а также транспортный самолет Си-17 Глобмастер. В числе ключевых задач учений проверка совместимости средств связи и систем управления вооружением ВВС трех стран, а также изучение особенностей театра военных действий на Корейском полуострове экипажами британских самолетов. Мы сейчас не вдаемся в вопрос и в детали того, насколько уместно и оправданно вот такая силовая тренировка в этой очень неспокойной, а лучше сказать, взрывоопасной ситуации, которая имеет место в регионе. Мы полагаем, что, конечно, в этих условиях каждый шаг должен быть выверен и многократно обдуман, а, соответственно, и последствия подобных шагов. Конечно, это тема отдельного, более широкого разговора. Сейчас речь о другом. Если у Соединенных Штатов и Республики Корея имеется двусторонний военный союз и на южнокорейской земле находятся американские военные базы, то это предполагает, что вооруженные силы этих двух стран как-то взаимодействуют в рамках союзнических обязательств. Другой вопрос, в каких формах и своевременно ли подобные действия. Но интересно другое, что британские ВВС, что они вообще в принципе делают в Северо-Восточной Азии. Вот этот вопрос, который, мне кажется, сейчас нужно ставить. Военных баз у Великобритании нам поблизости нет. Нам об этом известно. как мы надеемся, каких-либо постколониальных интересов вроде бы тоже, ну по крайней мере из заявленных. Отсюда возникает логичный вопрос. Зачем экипажам британских самолетов знать особенности театра военных действий на корейском полуострове? Ну вот просто вопрос, так сказать, который вытекает из вот этой информации в Ливии не набомбились. Вот все-таки такое впечатление, что в Лондоне дают о себе знать такие фантомные более бывшие митрополии Британской империи. хотелось бы напомнить, что эти далекие времена остались в прошлом и хочется надеяться, что возврата к ним просто не будет. И нужно тоже прекрасно понимать всем, в том числе и Лондону, что вопросы, вот такие вопросы, вопросы региональной безопасности так не решаются. Они только так усугубляются. И если хочется принимать участие в судьбе региональных конфликтов, то это надо делать имеющимися международно-правовыми механизмами с применениями всего накопленного дипломатического, мирового дипломатического опыта. В любом случае для нас очевидно стремления конечно отдельных стран, это один из примеров, к намеренному обострению ситуации в отдельных районах мира, которые выбираются подальше от собственных границ, вызывает сожаление такая вот линия на то, чтобы действовать деструктивно и потом при этом же, даже не потом, а одновременно с этим говорить о необходимости решения проблемы на демократических основах. Именно этим всегда отличается Великобритания. Я на этом свою вводную часть завершаю. Готова ответить на несколько вопросов с учетом фактора времени. Пожалуйста. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки больше других отвечают и ответственны за поддержание международного мира и безопасности. Текущая конфронтация вызывает законные беспокойства во всем мире. Скажите, как по-вашему, что нужно делать для того, чтобы вернуть диалог между Москвой и Вашингтоном в позитивные росла? Такой, извините, вопрос, не уверен, что он к нам, потому что мы на протяжении нескольких лет с изумлением каждый день открывая интернет и газеты и вообще включая телевизор слышали все новые и новые нападки в наш адрес. Мы не сворачивали никаких диалоговых форматов. Мы не выходили ни из каких существующих структур двусторонних или многосторонних или все, что произошло за последние годы, это произошло по инициативе Соединенных Штатов Америки. Это и совместная российско-американская президентская комиссия, ее работа в различных подгруппах. Это много примеров можно провести. Только, знаете, я прекрасно понимаю Вашу озабоченность судьбами мира, но мне кажется, тут нужно еще не забывать, что сейчас в Соединенных Штатах проходит предвыборная кампания, и многое из того, что говорится, подчинено законам предвыборного жанра. И я думаю, что просто не нужно, так сказать, хотя я прекрасно понимаю, что во всех странах с ужасом читают очередные заявления Белого дома насчет Сирии, насчет взаимодействия с Россией, но вы проанализируете, что происходит. Несколько дней назад наши американские коллеги заявили абсолютно однозначно, четко и иначе это нельзя было прочитать, о том, что они прерывают, разрывают, выходят из двустороннего диалога дипломатического с Российской Федерацией по урегулированию ситуации в Сирии, что они этот диалог остановили, закрыли, свернули. Мы сделали свое заявление о том, что полагаем это ошибочным, неконструктивным такой. Проходит какое-то время и опять же из Вашингтона на официальном уровне звучат новые вводные поэтому на этот счет, что речь шла исключительно о двустороннем диалоге, а в многосторонних форматах с Россией разговаривать будут по сирийскому регулированию. Хорошо, приняли к сведению, поняли позиции скорректирования. Потом проходит еще время. Мы слышим новые вводные из Вашингтона, что оказывается они не разорвали, не вышли, они временно приостановили взаимодействие с Россией на двустороннем треке по Сирии и оно может быть возобновлено, если Россия выполнит какие-то там очередные требования. Хорошо, приняли эти новые вводные. Ну, а вчера позвонил Джон Керри. Понимаете? И вот поэтому я вам говорю, что надо, мне кажется, спокойнее относиться к тому, что сейчас говорится, просто потому, что многие вещи заявляются исключительно исходя из вот этого предвыборного накала страстей. они не укладываются и вообще не отражают какую-либо стратегию, я не говорю долгосрочную, даже краткосрочную, даже сиюминутную стратегию на Ближнем Востоке. Вот эти рывки делаются, видимо, исходя из необходимости добавить огня в эту избирательную кампанию. Да, пожалуйста. Алексей Анянгор, телеканал Галатаве, Армения, Юмри. 30 августа армянскому политологу Степану Григоряну был запрещен въезд в Армению, посольство Армении, в Россию. Посольство Армении в России сообщило, что российский МИД обратился к соответствующим структурам для выяснения причин запрета. Уже месяц прошел, скажите, пожалуйста, удалось ли выяснить причины. И второй короткий вопрос. В Сирии действительно тяжелая ситуация из-за бомбежек, в результате бомбежек Алеппо и обстрелов Алеппо погибают люди, в том числе представители многотысячной армянской диаспоры в Сирии. Многие из них открыто заявляют о желании переехать на историческую родину Армению. Скажите, пожалуйста, при необходимости Россия готова помочь Армении в организации переезда, перелета этих людей в Армению? Спасибо. По первому вопросу данные были соответствующие, предоставлена была соответствующая информация армянской стране. По второму вопросу, если у вас есть какая-то официальная информация, если есть какие-то письма, обращения от проживающих на территории Сирии этнических армянах и возвращения на родину, то они должны соответствующим образом информировать Министерство иностранных дел Армении, соответствующие государственные органы этой страны, которые в соответствующую очередь должны обратиться в случае, если они положительно рассматривают этот вопрос, к той или иной стране, которая может оказать подобное содействие. Абсолютно нормальная процедура и структура. И это вопрос, мне кажется, который не столько должен обсуждаться в публичной сфере, сколько в конкретной практической плоскости. А процедура его решения, она хорошо известна, я вам о ней сказала. Да, пожалуйста. Анна Усанова, информационное агентство Москва-Абаку. Несколько дней назад госсекретарь США Джон Кэрри заявил, что условия для преодоления Нагорно-Карабахского конфликта ещё не сложились и что в настоящее время не просматривается возможность для его регулирования. Не могли бы вы прокомментировать данные заявления Кэрри и согласны ли вы с ним? Я, честно говоря, считаю, что урегулирование выигрывает не от заявлений, а от практической работы, которой мы и занимаемся. Да, пожалуйста. Мария Владимировна, у меня к вам такой вопрос связан по нашей традиции уже с последней недели с выбором генерального секретаря Олана. Скажите, пожалуйста, какой ваш комментарий на вчерашний выбор, который был в Совете Безопасности, как вы это видите? И второй вопрос такой, потому что появилась в иностранных медиах одна интересная информация, что уже как-то Россия отказалась от того, чтобы была бы женщина во главе ООН. Это так или не так? Ух ты! Тут это жесткая постановка вопроса. Я хочу сказать, что вот тем средствам массовой информации, которые питаются вот этими утечками, хотел бы сказать, что пока не закрыт официальный источник информации на эту тему, а именно стейкаут, так называемое место общения председателя Совета Безопасности с журналистами международными, еще никто не закрывал и не отменял. Именно это вчера сделал Виталий Иванович Чуркин, как представитель председательствующей ВСБ страны, выйдя к журналистам и рассказав не о каких-то слухах, домыслах, а конкретно предоставив официальную информацию относительно того, как продвигается работа по избранию нового генерального секретаря ООН. Его позиция была озвучена не кулуарно, а прямо всем заинтересованным в этом журналистам. Вот на нее и надо опираться. Ради бога, не надо так усложнять ситуацию. Вышел поспрет России, который председатель Совбезии, все рассказал. Ничего добавить или прибавить к этой информации не могу, потому что она абсолютно вовремя и профессионально была изложена со средствами массовой информации. Может, у вас какие-то конкретные вопросы есть? Потому что я даже не знаю, как вот... Он, по-моему, более четкого заявления сложно было бы себе представить на этот счет. он заявил по поводу того кандидата, который набрал большинство голосов и который не столкнулся с негативной реакцией постоянных членов Совета безопасности. Вопрос пола не стоял. Да. Пожалуйста. Евгений Коломейцев агентство ТАСС. Мария Владимировна, вот такой момент по ситуации с Сербией. В Сербии сейчас усиливается критика в отношении российско-сербского гуманитарного центра. Сейчас в нише активно тренируются российские и сербские спасатели, что пугает западную прессу и в частности высказываются опасения, что Россия лишь прикрывается гуманитарными целями и тренирует не только спасателей, но и военных. Как вы считаете, кому выгодны эти страхи и как Россия в таком случае должна реагировать вообще? Сейчас, одну секунду. Что касается российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниж, то мы неоднократно письменно обращались к руководству Еврокомиссии и Раду европейских стран с конкретными предложениями подключиться к работе соответствующего центра. Эти обращения, которые, кстати говоря, неизменно поддерживали наши сербские партнеры, на них ответа мы не получали. Они оставались безответными. Приглашения на презентации и брифинги, которые проводились с нами в этом центре совместно с сербскими властями, представители ЕС и США систематически игнорировали. И мы считаем, что вот такие спекуляции, о которых вы упомянули, якобы, и они очень часто появляются в прессе в связи с этим центром, о якобы некой военной составляющей. они не перепечатываются из раза в раз. Никакого подтверждения, никакой фактической базы под этими заявлениями нет. Центр и его сотрудники с момента развертывания, а он был открыт в 2012 году, оказали гуманитарную помощь в борьбе с последствиями разного рода стихийных бедствий. Вы об этом знаете. Чрезвычайные ситуации во многих районах Сербии, а также Боснии, Герцеговины, Греции, Словении, Македонии. А результаты этой работы, свидетелями результата этой работы стали тысячи людей в Юго-Восточной Европе. Поэтому ответ простой. Все желающие могут этот центр посетить в сербском городе Ниш, ознакомиться с его деятельностью, скрывать там нечего. Так что, пожалуйста, в установленной форме можете приехать сами убедиться. Да, да, пожалуйста. Добрый день, КБС Южная Корея. Вопрос по Северной Корее и по ядерным испытаниям. Прошел уже почти месяц, и мировое сообщество согласно с тем, что нужно предпринять какие-то дополнительные меры в связи с этим. И в октябре Россия председательствует в Совете Безопасности ООН. Могли бы Вы прокомментировать, есть ли какие-то различия в позиции России и Китая от позиции США, Японии и Южной Кореи относительно дополнительных санкций? Спасибо. Вы знаете, работа по этому вопросу ведется, я пока так могу сказать. Деталей у меня нет. Я с деталями не могу Вас ознакомить. Если что-то появится, я обязательно это прокомментирую. Да, пожалуйста. Есть? Меня зовут Анна Лена Лаурин, я работаю для шведской газеты Дагенс Нью, это финская газета Google Стас Пладет. Я хотела спросить по поводу того, Вы говорили, что постоянно обвиняют Россию без такасаторства. Я хотела немножко по-другому поставить вопрос. Проблема, как я понимаю, в том, что бомбежки восточные в Сирии, большинство из них дело все-таки Ассад. А Россия еще поддерживает именно Ассаду как союзника в этой войне. И критика к России, как я ее понимаю, это именно почему Россия поддерживает Ассаду, пока он делает такие бомбежки, где ровно, явно погодят очень много людей. Понимаете, дело в том, что в том регионе есть террористы. В чем незадача-то? В чем проблема? Там просто террористы есть. И НУСРа, которую так все деликатно обходят, это организация из ООНовского террористического списка. В чем была задача двусторонних американских договоренностей? Вы понимаете, давайте, я прекрасно понимаю, я надеюсь, что вы пытаетесь быть объективны и найти правду. Может быть, вы больше склоняетесь к американской точке зрения, или, я не знаю, канадской, или к австралийской, я не знаю. Попробуйте услышать то, что я сейчас вам попытаюсь сказать. В чем была суть российско-американских договоренностей? Создать документ, не политический документ, а конкретный документ, на основе которого мы могли бы создать соответствующий совместный центр по не просто обмену информации глобально, а конкретных данных, передачи друг другу конкретных данных, где находятся гражданские объекты, где находятся гражданские объекты, которые захвачены боевиками, и которые выдают себя за гражданские объекты, где находятся террористы. Ну вот, вот, вот практически так, давайте я вам практически по-детски это объясню. Сидит российский военный эксперт, сидит американский военный эксперт, и один другому говорит, вы скинули здесь на самом деле гражданские объекты. А вот у нас фотографии со спутника, что из гражданского объекта выходят представители туристической организации Нусора, вот они выносят гранатомет, вот они выносят туда новый гранатомет, и они сидят и работают. Вот что мы хотели сделать, и мы это сделали, и 9 сентября были приняты вот эти договоренности, над которыми столько работал Лавров и Керри, но они были заблокированы, много раз заблокированы почему-то, и когда были приняты вот эти договоренности о создании этого центра, дальше мы столкнулись с неисполнением пункта по дороге Костелло и так далее, и так далее, все еще дополнилось бомбардировками Соединенных Штатов Дейрзора, и покатилось, и понеслось. Вы понимаете, в чем вопрос? Ведь мы же сидели, мало того, и пусть попробуют меня провернуть наши американские коллеги, ведь мы эти документы, мы эти материалы, даже не документы, а материалы уже предоставляли американским коллегам, работая с ними на уровне наших военных экспертов на протяжении нескольких месяцев. От них же мы не получали ничего. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы подошли к самому главному вопросу. Быть или не быть Нусре? Вот в чем вопрос. А то, что она окружена тем, что выдается за гражданские объекты, то, что она окружена реальными гражданскими людьми, которые кто-то является политической оппозицией, кто-то является членами семей этой политической умеренной оппозиции или неумеренной. Это факт. Так в этом и вопрос. Давайте сядем и разделим их и скажем, где те самые террористы, а где не они и начнем вместе работать. Какой есть другой выход? Расскажите. Просто оттуда уйти, просто свернуться и перестать заниматься террористами. Это не выход. У нас я уже я не хочу вновь повторять, какое количество документов и резолюции Совбеза предписывает бороться с терроризмом, а Нусра это туристическая организация. Но это не выход просто потому, что уже все поняли, что там нужно что-то делать, чтобы блокировать эту туристическую угрозу. Вот в чем вопрос. Вы понимаете, конечно, мы понимаем, что идут вооруженные действия и, конечно, мы понимаем, что гражданское население и страдает, и погибает. Вопросов нет. Но так для этого и нужно было создать этот совместный центр, чтобы совместно работать. Но есть силы, которые многократно блокировали эту совместную работу России и Америки. И в конце концов, несмотря на то, что были приняты договоренности, все-таки настояли на том, чтобы на сегодняшний момент, это не значит, что завтра они не поменяют свою позицию и что действительно будут настаивать о том, что они с Россией не общаются по этому вопросу, но на сегодняшний момент так выгодно определенным силам, чтобы с Россией этот диалог разорвать. Вот в чем вопрос. И, понимаете, еще один момент. Вот сейчас, на сегодняшний день основная тема мейнстрима российские ВКС убивают гражданское население в Сирии или сирийская армия при поддержке ВКС. А 4 года назад кто в Сирии убивал гражданское население, которое страдало? Кто? Там не было ВКС. Но ведь убивали гражданское население, отрезали голову, была та же самая туристическая активность. Посмотрите фильмы наших корреспондентов, которые там были в отличие от западных корреспондентов. Там была Попова, там был Поддубный. Назовите мне имена американских журналистов, которые работали бы в Алеппо. Да их нет. Ни американских, ни европейских. Никто там не работал. Там работали наши ребята. И фильмы привозили в ООН, распространяли. И в Женеве распространяли эти фильмы. И говорили, посмотрите, что с гражданскими объектами делается. Там рядом не было ВКС России. Еще один вопрос. А что же там начала делать два года на американская коалиция, раз там не погибало гражданского населения? Погибало оно. И прилетели они туда спасать это самое, как они сказали, в том числе гражданское население. Вы понимаете, нельзя быть избирательными. Нужно признать, что страдает гражданское население. И заблокированное, и взятое в заложники. И в том числе окруженное внутри, находящееся внутри этой нусори. Так давайте определимся, где гражданское население, где не гражданское и совместно действовать. И именно это блокируется. Сейчас опять начнутся обсуждения, что делать с Сирией, но все же прекрасно понимают, что именно сопредседатели и их усилия двух стран как сопредседателей имеют решающее значение. И именно оно заблокировано. Потому что подобрались к самому главному, к тому, что столько лет пестовали к Нусре. Нусра это новые маджахеты. Вы понимаете это? Вы почитайте в историю, посмотрите, как формировалась Аль-Каида. То же самое было. Один в один. Такое же финансирование, поддержка, моральное воодушевление. К чему привело заигрывание с маджахетами? Оно привело к созданию Аль-Каида. А Аль-Каида, вы знаете, что это такое? Поэтому нельзя упрощать до такой степени. Нужно понимать. И нельзя идти в этом мейнстриме. Россия убивает всех, а все пытаются остановить. Это бред. Извините меня за это слово, которое мы здесь употребляем. Но это упрощение, которое... Вы знаете, глупость намного опаснее даже самой страшной угрозы. И когда идет такое упрощение в средствах массовой информации, это страшнее, мне кажется, даже террористической угрозы. Вот так все упростить и сделать картину, только с одного бока ее показывать. Извините. Да, пожалуйста. Если можно, теперь блиц, потому что... Агентство САНО, пожалуйста. Да. Ничего, наш коллега немножко отстает от информации, но у меня вопрос такой. После бомбежки Дерезора большую шумиху вызвало обстрел конвои гуманитарной помощи. Да. Но после того, как международная комиссия сделала свое расследование по этому факту, что-то на Западе перестали говорить об этом преступлении, которое назвали ее... Я могу только сказать, извините за то, что я вас прерываю. Расследования еще не закончены. Конечно, мы ждем полноформатного результата этого расследования. Да, пожалуйста, Реа Новости. У меня вопрос из области культуры, если позволите. Как вы можете прокомментировать утверждение главы МИД Великобритании Бориса Джонсона? Вы уже сегодня вспоминали в своем интервью одному из изданий британских. Он заявил о том, что глава МИД Сергей Лавров в беседе с ним похвалил британскую экранизацию войны и мира. Это действительно так? Я вам хочу экранизацию войны и мира. Кем? BBC. Ну, а что, это все знают, что все, что не связано с документалистикой, делается BBC прекрасно. Да, пожалуйста. Спасибо. Вы сказали, что Лавров едет в Ереван на ОДКБ. Скажите, в числе прочего не предполагается ли обсуждать с армянскими коллегами также и карабахскую проблематику? Я так понимаю, что специальные мероприятия не планируются, но обмен мнениями на полях мероприятия, конечно, возможен. Да, пожалуйста. сербское информационное агентство Beta News. У меня вопрос про Черногорию. Там 16 сентября должны быть выборы парламентские. А позиция Черногории, которая себя называет пророссийской и имеет очень прочные связи с Единой Россией, грозит какой-то Октябрьской Черногорской революции. Я знаю позицию Москвы в отношении цветных революций, но какое Ваше мнение по этому поводу? Не закончится это всем, как и в Македонии. Спасибо. Ну, Октябрьская революция, она была такая одна, вот, поэтому не надо посягать на святое. Так, Россия, конечно, неизменно выступает за уважение суверенитета всех государств, соблюдение международного права. Хорошо известно, что мы против вмешательства во внутренние дела и применительно к России, и в том числе применительно к другим странам. Наша принципиальная позиция. Вы прекрасно знаете, что метод цветных революций это распространенный был способ решения вопросов многими нашими западными коллегами. И, коль скоро Вы упомянули о ситуации в Македонии, в македонском сценарии, то вот такая политическая дестабилизация в Македонии, затяжной кризис в этой стране является прямым последствием такой манипуляции извне. И мне кажется, что последствия такого подхода деструктивные, они тоже в общем-то уже очевидны. Мы рассчитываем, что опять же в контексте ситуации в Македонии, что македонское руководство сумеет преодолеть эту ситуацию и навязанные им искусственно извне проблемы. А что касается Черногории, то исходим из необходимости проведения честных демократических выборов в строгом соответствии с международными обязательствами Подгорицы, общепринятыми нормами и стандартами. Мы полагаем, что причиной такой остроты противостояния черногорских политических сил является игнорирование, упорное игнорирование правящим режимом мнения народа этой страны и прежде всего конечно оно выражается в затаскивании Черногории в НАТО, в обход воли и заявления ее граждан. Мы очень много на эту тему говорили. Можете посмотреть нашу принципиальную позицию по этому вопросу. И мы конечно точно так же неоднократно предупреждали о пагубности такой линии и мы полагаем, что она чревата дестабилизацией ситуации в Черногории и не только в ней, на Балканах в целом. Спасибо. Да, если можно побыстрее. Мария Владимировна, ТНР и ЛНР состоялись праймерис успешно в эти выходные. Что российские МИД думают по поводу затягивания процесса проведения местных выборов в Донбассе, которая до сих пор точно не определена? Вы знаете, давайте я отдельно остановлюсь подробнее не сейчас на ситуации вокруг выполнения минских договоренностей. Сделаю это более подробно. Спасибо. Пожалуйста. Многие японцы полагают, что в декабре в ходе визита Путина может произойти серьезный прорыв в двусторонних отношениях. Вот если смотреть глазами вашего ведомства, насколько вы разделяете такой оптимизм японцев? Вы знаете, мы не комментируем предстоящие переговоры главы государства, для этого есть пресс-служба президента Российской Федерации. Это устоявшаяся практика. Под двусторонние повестки дня в текущем режиме пожалуйста, любые комментарии, но не предстоящие визиты. Да, пожалуйста. Да, конечно. Я уже поняла. Два быстрых вопроса, если я могу. Первое, американские официалы сказали, что два их дипломатического стааа были в Сент-Петербурге в прошлом году. А вы недавно приехали, да? Это часть процесса увеличивания хранили и уничтожения их стаааа. Русские официалы были въемы 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 американской дипломатической комьюнити. Вторая вопрос. В вашем взгляде, в вашем взгляде, уже по второму разу пошла история. Информация о том, что значит, на американских дипломатов в Москве оказывается давление, эта информация появилась месяца, наверное, 3-4-5 назад. Сейчас все то же самое, что они публиковали, ничего нового, все те же ссылки, источники, утечки пошли по второму кругу. Это уже использованная информация. Я никогда не знала, что СМИ, которые считаются и заявляют себя как серьезно и могут второй раз выдавать то, что они уже печатали за какой-то breaking news, какие-то новости, но это происходит реально сейчас. Это первое. То есть это уже не хочу я сказать, что это уже не только пережеванное, но и переваренное, но по факту это так. не гнушаются, видимо, это все делать. Что касается вашего прямого вопроса, травили ли российские официальные лица американских дипломатов ядом, я могу сказать, что не травили ядом российские официальные лица американских дипломатов. Я реально не знаю, вы серьезно задавали этот вопрос или нет. мало того, я могу сказать, что после появления этой информации мы пытались понять, обращались и куда обращались отравленные, в какие медицинские учреждения. Факт обращения отравленных в медицинские учреждения не установлен. Лечились ли они на дому, какими средствами, к чему это пришло, тоже американская сторона нам не рассказывает. Поэтому о наличии отравленных можно судить исключительно по вот этим утечкам и вбросам. Судьба и, главное, их имена неизвестны. Надеюсь, что с ними все хорошо. Да, спасибо. Вадим Гаев, телеканал «Звезда». Мария Владимировна, вот Wall Street Journal, ссылаясь на источники знакомой ситуации, сообщает о том, что в правительстве Германии началось обсуждение принятия новых санкций за действий России в Сирии. Вот как МИД относится к такой информации и как по-вашему могут ли такое обсуждение, до чего может дойти такое обсуждение? Мне кажется, им нужно какой-то гроссбух завести, куда записывать все санкции, чтобы не запутаться. Потому что мы, честно говоря, не успеваем отслеживать информацию о новых санкциях, а параллельно идет информация из тех же стран о том, чтобы отменить предыдущие. Главное, чтобы четко у них было записано слева новые санкции, справа отмена старых. Я считаю, что это программа максимум. Коллеги, я должна с вами прощаться и до следующей недели. Спасибо. Спасибо.